Хотите прикол? Короче, я оставила телефон в доме, захожу, у меня там 12 пропущенных. Позвонила, и тут мужчина поднимает трубку и говорит, здравствуйте, здравствуйте, вам там курьерская доставка, я говорю, от кого что? Шишки на 5, я говорю, так это, извините, это вообще не мой адрес, я не знаю такого адреса, но ваш телефон. Короче, пошла я по адресу, забрала посылку, вы думаете, что это курьерская доставка сельфо, кто-то, ну я так думаю, что это Саша. Саша Хейтер, это ты или нет? Потому что Саша Петренко, но у меня таких нету. Ну, спасибо большое, короче, маску, бутылку кваса живого и бутылку вина, смотрите, спасибо большое, я очень довольна, что вы прислали нам такой вкусный живый квас, мы попробуем, он очень дорогой. И кто такой Саша Петренко, я не знаю, но почему-то я думаю, что это Орлов Саша. Ну, спасибо вам большое, мы сейчас как раз вот сядем, выпьем кваску, все закрыто, все запечатано, спасибо за вино и за все, просто немножко, как говорится, неполадочка получилась по адресу, поэтому по ссылке не ждали, мой номер телефона, просто вы неправильно указали адрес. Так что все, спасибо большое, с вами такое бывает? Ну, а со мной сегодня такое произошло. Петренко, Петренко, Петренко Орлов, Иванов, Сидоров, как твоя фамилия настоящая? Ну, спасибо большое. И ты знаешь, мне нужна была маска, потому что у меня маски все в чемодане с поездки, как раз мне нужна свеженькая маска, это спасибо. Ну, я думаю, что квас я буду пить без маски. Спасибо большое, красное вино пойдет в бар, квас сейчас разопьем. Вот так.